В Чухлами прошел первый полуфинал областного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания». В этом году за престижный профессиональный титул будут бороться 79 руководителей и специалистов. Впереди еще 4 полуфинала. В ближайшие две недели они пройдут в Волгореченске, Макареве, Шарии и Нерехте. В Чухлами определились финалисты в пяти номинациях. Светлана Спиркова продолжит. Выбрать лучших среди равных, одинаково опытных и заслуженных социальных работников. Задача перед жюри конкурса непростая. Главный критерий отбора – творчество. Рассказать о своей работе так, чтобы коллеги в зале задумались, что-то взяли себе на заметку, от души посмеялись, старался каждый участник конкурса. Ну я вообще-то скромняга, но не хуже, чем Лолита или Леди Гага. Стихотворный монолог Бабы Клавы, которая на старости лет пришла в Мантуровский центр соцобслуживания населения, достала его активисткой, принес конкурсантке Ольге Казарян не только аплодисменты, но и победные баллы. Александра Смирнова из Кадыя пела шуточные песни вместе со своими воспитанниками и коллегами. И это далеко не все, чем увлекаются в Кадыйском психоневрологическом интернате. Там есть швейная мастерская, небольшая ферма, красивые цветники. Все это придумали и организовали социальные работники. У нас сегодня в Кадыйском доме интернате есть люди, менее двух-трех лет не работают, а те, которые непосредственно ухаживают за больными людьми, менее десяти лет не работают. И сегодня у нас текучести кадров практически нет, практически нет. И я считаю, что вот узнала характер и санитарочек, конечно, бывает и хорошее, и плохое, и мы поругаемся, и наставление, как от меня, как от руководителя. Но я знаю, что все они имеют милосердные сердца и относятся к нравственной категории нашего населения. Галина Бердеева из Поназарева рассказала о своей работе при помощи кукольного балаганчика. Лохматые мальчишки из соседних квартир поделились со зрителями, что нового случилось в их семьях. Текст этого диалога Галина придумала сама. Третий год она работает с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации. У нас в отделении работают четыре специалиста. Это два социальных педагога, специалист по социальной работе и я в заведующей отделении. Не каждому дано. К этому надо прийти со временем. К своим детям стало немножко попроще относиться. К чужим детям более внимательно, чутко. Конкурс продолжался несколько часов. По решению жюри в финал вышли 11 из 17 конкурсанток. Следующий полуфинал пройдет 28 января в Волгореченске. А завершающие испытания намечены на начало марта. Победители будут выдвинуты на всероссийский конкурс. И будут бороться за честь уже области на всероссийском конкурсе. За три года прошедших у нас четыре человека победители на всероссийском конкурсе. Светлана Спиркова, Михаил Ванчиков, телекомпания «Русь», город Чухлама.